Приветствую вас. Смотрите, ну страх можно при желании убрать довольно большим количеством способов. То есть это и различные виды дыхательные упражнения, это и аутогенные тренировки, вот это и соответственно НЛП, вот и так далее. То есть как бы действительно особо, как мне кажется проблем не возникает много. С моей точки зрения, если у человека появляется страх, то он ему для чего-то нужен. То есть если у человека появляется страх, значит что-то происходит с большим-то организм или психика в данном случае может быть пытается человеку сказать. И просто так, на мой взгляд убирать страх, ну как мне кажется не стоит, потому что можно упустить что-то важное, можно упустить что-то значимое, можно упустить ну как бы вот что-то ценное. Поэтому я бы все-таки как-то вот наверное обратил бы внимание на то, с чего цена, с чего цена. Ну то есть вот, когда он появится у вас, страх у вас, вот, что ваше жизнь происходило, когда он появится примерно. Ну пусть там будет в пределах 2-3 недели максимум, ну максимум, пусть будет максимум там месяц допустим, да. Вот на это посмотрите, на это обратите внимание, на это обратите внимание, ну и соответственно, да. В общем можно будет вполне возможно понять, о чем пытается сказать ваша психика, да, вот что она пытается сказать через этот страх. То есть вы хотите убрать этот страх, вот, ну на мой взгляд, именно убирать его не нужно именно убирать. Да, то есть убирать вот, в смысле, чтобы он исчез, вот именно, чтобы он исчез там. Я бы все-таки больше вот смотрел в сторону как-то вот того, чтобы, ну более глубже смотреть вашу ситуацию, да. Вот, то есть, ну например, у вас, значит, есть необходимость ездить на машине, решать какие-то дела, да. Вот, ну к примеру, нет ли здесь, допустим, такой позиции, да, к примеру, да, что вы все-самы, вот. Как бы, то есть если, если такая позиция есть, если такая позиция присутствует, что вы все-самы, то, соответственно, страх здесь про то, что вам хотят, ну вам, к примеру, хотелось бы, допустим, там, на кого-то опереться, да, да, и так далее. То есть, то есть вы вот, ну как будто бы можете вот делать перекос вот, ну вот в эти стороны все. Понимаете, да? Вот, поэтому не стоит прям торопиться убирать свои страхи. Вот, на мой взгляд, как бы стоит смотреть на природу того, как он перевелся. Вот, обычно, обычно страхи, как бы, ну, делаться на две такие вот прям большие категории, да. Первый страх, это первая категория, это травма, то есть когда очень сильно эмоции у человека появляются. Это может быть, там, на дороге, вот, какие-то происшественные инциденты могут быть, вот, и что-то еще, то есть вот что-то, что, ну, выбивается, как бы, из привычного русла, так скажем, в данном случае. Вот, это первое, то есть то, что травмирует. И второй, второй случай, это, ну, грубо говоря, следствие, то есть когда человек живет в некоторой парадигме, вот, ну, то есть живет в некоторых условиях, да, в некоторых обстоятельствах. Вот, человек живет, как-то, ну, как-то он действует, как-то он, ну, в этом, в этом находится, вот. Вот, вот, и, а, значит, верно, появляется страх, вот, кажется, кажется, что внезапно. А на самом деле, как бы, это следствие того, что напряжение, которое возникает и на которое человек не обращает внимания, ну, в обычном, как бы, режиме, в обычное время, а если дает о себе знать. Понимаете, да? Вот, поэтому, как бы, ситуация вот, она, она, ну, в целом, в целом, вот, она... Ну, может быть, такой, вот она, может быть, как бы, про это, да, как бы, то есть, вот, ситуация, может быть, в целом, вот, именно про то, что где-то вы, вот, перенапрягаетесь. Вот, ну, тут нужно смотреть, вот, тут нужно смотреть и исследовать, что, что именно, вот, как именно вы живете, вот, как именно у вас организован ваша жизнь, вот, и, соответственно, уже, после этого можно будет говорить о том, как бы, от чего производным является ваш страх, о, ваш страх. Сейчас, вот, то, что вам нужно увидеть, на мой взгляд, это то, что, если бы не было страха у вас, то вы бы не обратились вы к нам, ну, то есть, вы бы не написали на сайт. Да? То есть, первая функция страха, это обратиться за помощью, то есть, попросить кого-то о помощи и рассказать то, что вас волнует, то, что вас тревожит и так далее. Вот, соответственно, посмотрите, как вот часто вы это делаете в реальной жизни. То есть, как часто вы прийти от помощи, действительно ли вам не извлекается ли вы от этого, да, если у вас, ну, условно говоря, каких-то проблем с тем, чтобы просить у людей помощи, обращаться за помощью и так далее. Вот, вот, как часто мы, что-то из-за, ну, условно говоря, как часто вы прийти от помощи, как будто решать какие-то, в реальной жизни. Вот, ну, то есть, ступида были ли вы, сами, да, чтобы это был именно, вот, ну, другой человек, какой-то. Вот, это тоже очень важная история, это тоже очень такой важный момент, на который довольно, ну, довольно часто не обращают внимания. Вот, а, соответственно, бесследно, бесследно это не проходит, ну, для человека. Вот, понимаете, да, вот, поэтому, вот, на эти моменты постараться обратить свое внимание, свое внимание. Вот, и, соответственно, как бы, о том, что вы увидите, о том, что вы, ну, допустим, к чему вы придете, например, вот. Вот, вообще можно будет с фэн, с фихологом поговорить и можно будет обсудить это и, ну, решить, что с этим делать, ну, дальше, вот. А, пока что, пока что, вот, пока что, вот, не думайте, что это, вот, что-то такое доферное, да, что он не избавится, как от недоедливой мухи. Вот, просто вот к себе как-то больше, ну, более внимательно, да, постарайтесь отнестись к себе более внимательно. Вот, постарайтесь перемещать какие-то вещи, постарайтесь посмотреть, где их, как часто вы напрягаетесь и расслабляетесь, да, как часто вы расслабляетесь. Позволяете ли вы себе, там, условно говоря, говоря об собой, вот, позволяете ли вы себе быть естественным, да, так все, на моменты, обратительно, вот. И, соответственно, соответственно, ну, как-то вот привыкайте к такой мысли, может быть, может быть, не очень приятно, что если у вас появились такие страхи, значит, ну, вот, скорее всего, вы что-то как-то вот пропускаете, то есть, ну, что-то пропускаете. Вот, что-то вы, ну, что-то из вашего внимания, как бы сказать. И, соответственно, задача психолога заключается в том, чтобы пытаться вам помочь это найти, вот. Ну, если вы хотите этого, конечно же, вот, понятно, что, если вы этого не, ну, если вы этого не хотите, вот, то, как бы, не надо. Да, так сказать, вы можете жить так и дальше, вот. Ну, только в том, что, убрав этот страх, появится другой, вот. Может появиться другой страх. Потому что проблема, которая находится за страхом, не решается. Вот. 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 Ну, вы можете так очень долго, в принципе, убираться. Сначала, сначала один страх, потом другой, а страх и так вот, ну, периодически. Вот. Вот. Поэтому, если мы говорим о том, чтобы проблему решать как-то вот, ну, глубинно, да, то, на мой взгляд, имеет смысл обстоятельно к этому подойти. Вот. Ага. Ну, и то, что у вас здесь нет, страшно, вот, это, на мой взгляд, ничего не значит, вот, потому что, это, в данном случае, опыт, но опыт такой, как я полагаю, вот, такой, достаточно, механический опыт. Вот. Механический опыт, он, как бы, особен тем, что в нем не участвует, как бы, психика, вот. Вот. Ну, именно, вот, в механическом опыте участвует психика, и достаточно легко его, ну, условно говоря, аннулировать как-то, да. Вот. Достаточно легко его, что вот, начать, если не терять, да, то, по крайней мере, перестать получать какие-то бонусы. Вот. Вот. И довольно часто такой опыт привязан к повторению. То есть, когда, ну, чтобы опыт был, да, нужно, вот, все время делать, все время делать, 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 делать. Вот. То, ну, опыт сразу, сразу, ну, может стираться. Вот. Вот. Поэтому, вы, ну, вы молодец. Вы молодец. Что, что, если кто за рулем, вы большая молодец. Ну, ваш организм, он, как бы, вот, сейчас говорит, говорит о том, что, очевидно, ну, ему нужно вот что-то другое, да. Вот. Ваш организм говорит о том, что вполне возможно, вот, как-то, в чем-то, ну, нуждается, вот, в чем-то еще. Ну, не только, вот, в этом, да. И вполне возможно, что не хватает ему, вот, как-то таки, ну, такого, некоторого, расслабления, некоторого, некоторых, ну, релаксации. Вот. Как я думаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не берусь сейчас вот это утверждать, вот, поэтому не думайте, пожалуйста, что я сейчас делаю такие заявления. Нет, я просто, просто, просто высказываюсь, вот, просто высказываюсь, вот, это просто информация вам к размышлению, вот. Надеюсь, что это будет полезно, достаточно. Вот, эм, на этом, я думаю, можно будет закончить, пока что. Буду очень благодарен вам за обратный связь, потому что, может быть, что-то откликнется, может быть, что-то вызовет какие-то чувства, вот, какие-то эмоции. Даже, даже, негативные эмоции, вот, эм, даже, может быть, агрессию, да, вот, все это очень важно. Поэтому, если что-то такое почувствовали, вот, то, как бы, с этого имеет смысл как раз начать. То есть, именно в вашем случае самым важным моментом является именно, именно повышение внимания к себе, вот. Поэтому, не игнорируйте то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, находите способ это реализовывать, вот. Находите способ, эм, способ, эм, об этом говорить. И, я уверен, что, тогда, эм, ситуация начнет, что, вот, меняться в, эм, лучшую для вас сторону. Ну, естественно, ага. Как бы, естественно, мне нравится, потому что, ну, перемены не происходят быстро, вот. И, об, обязательно, вот, эм, кого-то себе, эм, помочь, да, чтобы, вот, эм, с этим человеком вы могли обсуждать, вот, те вещи, которые вас, вот, ну, пусть, да, стревожат, волнуют и так далее. Вот. Это, прямо, очень важно, эм, как мне, как мне кажется, вот. Ну, естественно, эм, решение принимать воин окончательно. Ни в коем случае не хотел бы, эм, на него, как-то, вот, влезть, вот, просто, просто, ну, надеюсь, что, вот, вы, эм, придете, вот, к, эм, каким-то, эм, именно решениям, эм, таким, ну, эм, для себя полезным. Вот. Значит, удачи вам. Всего, самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Вот. Ну, а я надеюсь, что, вы решите свои проблемы и будете еще, эм, в два-три раза больше, эм, ездить на машине. Спасибо. Спасибо. Спасибо.